Правительство Казахстана совместно с Нацбанком заявили об улучшении социального благополучия граждан. Примечательно, что данные, которые привели республиканские и банковские эксперты, датируются прошлым годом. И ни слова о финансовых потрясениях этого. Например, о резкой девальвации Тенге. Итак, картина 2013 года глазами чиновников выглядит следующим образом. Среднедушевые денежные доходы населения страны выросли в номинальном выражении почти на 8%. Среднемесячная номинальная зарплата за минувший год составила около 110 тысяч Тенге. И даже уровень безработицы уменьшился на 5 с лишним процентов. Сами жители Казахстана даже и не догадывались о том, как хорошо они живут. Вот что говорят люди, которые впервые услышали об этом. Правительство Казахстана и Нацбанк распространяли заявление, что мы стали жить лучше за 2013 год. Ну, все граждане Казахстана. Вы с этим согласны или не согласны, и почему? Ну, за счет девальвации, может, что-то поменялось. Ну, как жили, так живем. А хотелось бы, чтобы побольше было, лучше. Потому что я вот все привожу, пример, Грецию. Греки бедные. Бедные-бедные греки, как нам их жалко. У них минимальная пенсия 1000 евро. А мы такие богатые казахстанцы, у нас минимальная пенсия 100 евро. В 10 раз меньше, потому что мы богатые. Вот и все. Ну, а я лично нет. Ну, лично я не согласна, потому что это касается лично отдельных семей, и многие семьи по-прежнему живут хуже. И я считаю, что к этому не было и приложено каких-либо усилий. И, конечно, не согласен. С каждым годом, по-моему, у нас жизнь становится все хуже и хуже. И в моих планах вообще уехать на доисторическую родину, в Анапу. Потому что меня не очень устраивает наше правительство. Правительство Казахстана и Национальный банк сделали заявление вчера, что за 13-й год казахстанцы стали жить лучше. Вот вы с этим согласны или не согласны, по ощущениям? По ощущениям? Нет, навряд ли кто с этим согласен. А почему? Ну, как, все-таки цены выросли на бензин в прошлом году. И девальвация в этом году была. Причем отсильно ударила больше по карманам обычных граждан. Между тем, страна под чутким руководством бессменного лидера продолжает бить мыслимые и немыслимые рекорды в самых разных сферах жизнедеятельности. Так, по оценке Всемирного экономического форума, Казахстан вошел в число 50 конкурентно способных стран мира с благополучным инвестиционным климатом, где семимильными шагами развивается бизнес и улучшается нормативно-правовая база.